здравствуйте дорогие любители скорости и приключений извините за задержку технические вопросы вы понимаете кругом шерепствуют лихорадки и эпидемии вот естественно наш проект motor city я георгий александров мы не можем не отвечать на эти внешние вызовы и ищем новые способы взаимодействия с аудиторией хотим и здесь мы не можем обойти стороной тему коронавируса который собственно таким образом повлиял очень серьезно на жизнь всего человечества на жизнь людей по всей планете и хотим чтобы наши зрители могли получать информацию из первых уст для этого будем связываться с нашими товарищами находящимися разных точках мира вот сегодня у нас прямое включение из сша мы услышим нашего товарища близкого с кем мы были вместе на байкале в нашей команде motor city он вызывает нас полное доверие мы полностью уверены в том что он все расскажет как есть на самом деле михаил игловиков сейчас майами он путешествует по сша включается михаил михаил привет расскажи что происходит сша и как на жизнь простых американцев повлияла эта эпидемия ну сша в данный момент все очень разница от штата к штату мы начали с лос-анджелеса наше путешествие когда приехали это было 14 марта было все достаточно хорошо то есть работали бары ходили люди но народу было как-то маловато через пару дней объявили что лас-вегасе все закрывается то есть ресторан и казино и гостиницы перестают работать соответственно маршрут у нас поменялся мы поехали в сан-франциско где ситуация была уже пожестче там закрыты были пирсы там вообще не было практически людей кроме тех кто любит пробежки кататься в гору на велике ну соответственно все рестораны работали на вынос но в гостинице можно было заселяться можно было брать машины и оттуда мы перебрались майами самолетом на самолет было всего 20 человек и самолет был вообще практически пустой прилетели в майами майами все очень сильно оживлено как бы много машин много людей супермаркетах нет очередей все продукты на месте в основном разбирают антисептики нет или нова любимые позиции американцев видимо в данный момент ну а удалось как-то пообщаться да с обычными людьми вот собственно с простыми американцами и на западном побережье на восточном как люди вообще реагируют что они думают чего они ждут боятся ли они в конце концов но относятся многие с юмором кто особенно работают во всяких общество пистак типа магазинов и так далее нормально разговаривает ходит без масок а вот если идешь по улице там например идет мать с ребенком то они стараются издалека тебе крикнуть отойди будем держать дистанцию 6 футов этого район там двух-трех метров отходит проходит стороной как-то раз в парке встретили девушку которая бежала и она на полпути развернулась побежал в другую сторону подальше от нас понимаю но будем надеяться что это связано именно с эпидемия не с тем как вы выглядели скажи пожалуйста как-то это люди сами самоизолируются как говорится или это власти все-таки просят или может быть требуют от людей чтобы они ушли в карантин как я понял из новостей что власти просят оставаться дома мы были в офисе google apple там вообще никого нет то есть там они полностью закрыты там нет сотрудников есть только охрана вообще народ выходит в магазины выходит на какие-то свои дела но очень их мало то есть я так понял что они все в домах себя как-то изолируются сами полицейский подошел и сказал типа возвращайся домой такого не было даже когда мы мимо проходили на машине спокойно передвигаемся то есть без проблем в этом плане то есть вас ни разу представители власти не останавливали конкретно не вами никаких таких случаях не было нет и даже не просили одеть маску момент здесь везде санитайзера короче начали ставить начали протирать ручки у тележек там для этого специальный человек теперь есть ну и все вот ходят так руки протирают такие предосторожности понимают и как путешественник сейчас может столкнуться ситуации сложности по возвращению россии сейчас прерывается сообщение между соседними странами а уже не говоря про то что между континентами скажи так об этом знаешь смотри я сейчас в россию можно попасть через нью-йорк вот есть рейс из разных городов в сторону нью-йорка и опода просто уже прямым аэрофотом но знаешь напрягает ситуация что возможно просто перекроет вообще такой проезд или закрыть границы россии об этом много слухов стоит и вот это больше нагнетает атмосфера что может быть уехать пораньше отсюда вернуться домой чем остаться еще на пару месяцев сидеть ну да логично ты знаешь что повернувшись россии это тоже попадешь на двухнедельный да я знаю я к этому готов уже продукты закуплены и ждут дома скажем да я вижу что путешественник знаешь ты заядлый путешественник скажи просто на твой взгляд как вообще вся ситуация повлияет на туристическую сферу как бы прервется сообщение людям надо отменять вообще свои поездки и действительно уже искать варианты как парад провести отпуск запланировано путешествие вперед на несколько месяцев и такая история что компании сами начали отменять брони из гостиниц приходят письма приходят возвраты билетов как-то он самой отменяется то есть ничего дел даже не надо принимаю скажи пожалуйста когда вы летали внутри сша какие-то проверки вот в аэропортах мы что-то видели сами проходили или что-то там температура парту сан-франциско на проверке документов стояла девушку который просто был супер сопливый нос и куча толпеток она прям при нас сморкалась и мы издалека паспорта вот так показали сторонка ее обошли вообще на внутренних рейсах тут никаких проверок нет просто приходишь вот кладешь на ленту сумку тебя шмонают и все типа welcome летай дальше никаких проверок на входе на выходе вообще нет ты чихать они хотели прямо в прямом смысле когда мы прилетели в лос-анджелес там никого не было никто не карантинил не стоял не проверял с градусником сотрудники тоже без повязок стояли ну то есть все принципе очень хорошо было но никакого ощущения так понимаю хаоса нет то есть люди в принципе там даже не выносят магазин это сан-франциско знаешь ощущение такое есть потому что в магазина стоят огромные очереди снаружи и между людьми расстояние типа в два-три метра и они вот вытягиваются такой длинный колбасой и вот все ждут типа входа пока разрешат зайти то есть они ограничивают количество людей в магазинах и соответственно пустые улицы немножко тоже смущают ходишь а там вообще нет никого типа там одна машина пройдут пройдут слушай на вы заходили магазина там что-то реально какой-то дефицит есть нет никакого дефицита но вот мы вчера заезжали вместо супермаркет данные мясо и все продукты есть то есть в огромном количестве никто не покупает по 10 мешков бумаги там все крупы на месте мясо на месте ну короче все нормально понимаю окей ну что же спасибо береги себя возвращения в россию да не болей вот не привозили на американской заразы спасибо большое михаил вот и у нас на очереди наш еще один товарищ член команды motor city находящийся очень живущий в столице сербии в белграде антон гриф сейчас он нам расскажет о том как собственно ситуация с карантином эпидемии на балканах по истекает как известно европейские страны на 7-10 дней приезжают россию по поводу развития эпидемии и соответственно реакции властей хотелось бы понять как например на балканах в сербии что там происходит как эта история заболеванием и главное как какие ограничения это накладывает на повседневную жизнь людей и мотоциклистов в частности антон привет рассказывай как там у вас говорят что все очень страшно не не страшно совсем но серьезно очевидно нас с каждым днем каждый день каждый вечер точнее мы все собираемся у телевизоров и смотрим обращение или президента или премьер-министра о том какие новые меры карантина или ограничения ведут на следующий день то есть сначала это было карантин с восьми вечера то есть пяти утра извините просто можно говорить когда это вот вводилась там недель назад две недели назад ну и по числам когда если удобно это началось понедельник этой недели ну вот прям серьезные карантинные меры то есть до этого просто проверялись люди ну как бы все это было точно так же как в москве например потом постепенно ну как бы видимо статистика росла и в воскресенье вечером президент александр луч выступил по телевизору очень слезную речь прочитал и сказал что людям старше 65 лет запрещено покидать свой дом в том числе под угрозой штрафа людям обычным разрешено выходить только с пяти утра до восьми вечера и вот хронологию точно не вспомнил по моему да тогда уже карантин введен был предупредил что кафе могут быть закрытые предупредил что спортивные мероприятия любые мероприятия должны быть упразднены и его не достаточно мягко это все было потом через пару дней запретили полностью собираться чем пяти людям и сейчас вот на сегодняшний день новости такие комендантский час расширяется 7 утра до пяти вечера закрываются полностью все кафе рестораны и так далее и в обращении было сказано что ребята если мы опять будем видеть вас в парках а была очень хорошая погода и все с детьми тусили по парку я и живу в лесу и парке центре белграда и но никогда столько людей не было гуляющими по лесу играющими с детьми и так далее как бы карантин сыграл в обратную сторону поэтому остановили полностью общественный транспорт зародник полностью отменили и вот сейчас ужесточают карантин и если эти меры не дадут результата то карантин ведут полностью точно также по бумажкам как в италии насколько я знаю и никуда мы больше не пойдем будем сидеть по домам выходить на продуктами и погулять с собаками понимаю как-то на скажем передвижениях людей это сказывается с ним ты можешь сесть на мотоцикл куда-то поехать ну если бы он был починен полностью то я мог бы но сейчас вот ну сегодня я ездил на мотоцикл но например не уверен что если ведут полный карантин я буду иметь право это делать много вообще машины и других мотоциклов на дорогах но вообще стало заметно как только верил все эти карантинные меры людей стало гораздо меньше понимаю как-то по поводу того когда и как это все закончится есть информация никакой хуже того нет проговоренного такого вербализованного плана действий то есть каждый день мы просто каждый вечер смотрим и думаем что же будет следующим но как бы такой доклад и узнаем о следующих мерах ну точнее мы узнаем о них в середине дня потому что тут у всех есть знакомые которые участвуют в совещании в правительстве но по сути нет долгосрочного плана в котором будет понятно что например сегодня нельзя выходить тогда то завтра вообще нельзя выходить а через месяц это закончится то есть нет вообще никаких прогнозов понимая скажи пожалуйста кто-то по поводу количества заболевших сербия насколько я знаю вообще не сказать не чемпион в списке и там на полу десятку первым не стоит может быть это не оправданные меры на твой взгляд или все правильно делает вас есть первый погибший скончался пятьдесят девятилетний человек мужчина по моему я точно не знаю я уточню у меня есть сводки по новостям 171 официально заболевший но есть очень большая проблема что в страну въехала очень большое количество сезонных рабочих из европы но вернулся они там обычно работают нелегально и с ними огромная проблема потому что большая часть из них карантин не соблюдают на из каких соображений как бы ты вот общался с людьми кто кто не соблюдает карантин ну очень много кто храбрится и делать вид что не соблюдает то есть мы честно отсидели дома все две недели которые положено было посмотрели на симптомы никуда не ходили есть люди которым вообще все равно ну к завтрашнему не просто добьем там свежие данные сколько заболевших что может по соседям тоже там то что россиян еще интересует черногорию это в общем тоже такой соседний регион если есть на вы уже все то же самое вели прям симметричные меры ну прям тогда будешь говорить а ладно что и сербии в черногории ну то что многих дома многие отдыхать нет там ты делаешь две отдельных страны меры водятся у них побольше смелости что ли то есть они водят сразу жесткие то есть у них не было такого поэтапного увеличения они сразу такие раз как бы руководствуются опытом так что может быть москву ждет примерно то же самое посмотрит на опыт и сразу сразу жестко ну да вот если брать по количеству заболевших то очень массив больше чем сербии то есть по идее мы по мерам опаздываем другого просто масштаб конечно не сравним скажи пожалуйста но ты узнаешь что-то по поводу возможности вернуться в россию как бы вернулся что пойдешь в карантин или какие условия там нет я не узнаю есть некоторых людей которые хотели бы вернуться для тех кто здесь на там туристических основаниях с видом на жительство всем сказали что до конца чрезвычайного положения можете не беспокоиться как бы никаких я не вижу смысла вращаться потому что когда живешь в городе полутора миллионник есть хозяйственной стране который продукты точно будут хотя бы не знаю пяти километрах от твоего дома это несколько лучше чем когда ты живешь 14 миллионном городе где продуктов пяти километрах от твоего дома пятерочки не будет вероятнее всего на случай совсем катастрофических историй хотя попробовать сказать но люди компетентные чес говорят что ну никакой такой существенной проблемы с москвой долгое время не будет даже если ее закроют на супер карантин все равно беспокоиться категорически не стоит но мне все равно приятнее здесь понимаю скажи пожалуйста ты на каких-то местных скажем соц сетях чатиках с мотоциклистами сербскими как бы стоишь смотришь что о чем они вообще больше лично не время в целом как бы там может спортивные ребята на спорте еще как-то как они собираются сезон открывать как бы там дальше собираться в стае ехать куда-то большая часть сезон не закрывается особо сильная тем более с такой зимой которая была в этом году закрывать просто не было смысла минуса не было снега не выпадала ничего не замерзала так что можно было ездить круглый год те кто ездит по городу те кто спортивные мотоциклисты безусловно отменили свои трех дней ничего не планируют потому что большая часть трех дней у нас в словакии в венгрии и италии и как бы и в австрии но отсюда вот мы в основном туда ездили и там никаких прогнозов нет все отменено поэтому нет смысла можно считать что спортивный сезон мотосезон фактически сорванного начали ну и везут и пробит еще расскажи пожалуйста я говорю о том что фактически спортивный но мотосезон под вопросом вероятно сорван в европе спортивный совершенно точно сорван просто однозначно более того и у мировых чемпионатов огромные проблемы видим мировой чемпионат 2020 года не будет считаться мировым они не смогут провести 13 этапов необходимо для того чтобы чемпионат таким считался сегодня общались наши подруги которые живут в не она расскажет что власти там очень серьезно поддерживают особенно одиноких людей там не берут в гости предпринимателей налоги не берут какие-то еще моменты всячески хотя бы финансовом смысле очень смягчают политику в сербии что такое происходит организованы добровольцы и и и развозят продукты рекам который не могут выходить но 65 плюс больше пока ни о чем не слышно не слышно не про какие-то налоговые каникулы не про что такое просто просят малый бизнес не увольняйте пожалуйста людей то есть владелец ресторана не должен увольнять официанта до ресторан закроется на два-три месяца на два-три месяца да тогда когда у них финансовые подушки дай бог на неделю слушай ну и крайний вопрос сам ты что думаешь обвода эпидемии страшно не страшно деньги зарабатывают или действительно все-таки начинается так сказать борьба природы с человеком уже нет не так страшно потому что все устали боятся настоящая она или нет я не вирусовок я спокойненько дома посижу лучше и посижу дома и это и поможет чем я не посижу и будет неприятно согласен чего и тема желаем соответственно береги себя береги своих не болей здоровья тебе на связи спасибо большое